добрый день уважаемые друзья прошу простить немного закрутился поэтому вышла небольшая пауза в работе канала сегодня мы ее качественно постараемся заполнить сегодня у нас в обзоре три флиппера из с серии это с 22 черный с 23 оранжевый и с 24 зеленый или как правильно называется этот цвет green apple что сразу очень нравится это цвета и обработка g10 очень сочная раскраска и посмотрите как здорово обработаны плашки я хотел бы рассказать немного о том как нож пришел к такому своему окончательному виду и как он выглядел изначально кстати это своего рода эксклюзив от грандвей потому как такое заводское исполнение мы делали конкретно под себя вот нож который пришел к нам в качестве прототипа найти отличия несложно и внешне их немного в оригинале это обычный приятный складничок мы пошли немного дальше и трансформировали шпеньки wave или в плавничок вот нам почему-то так кажется лучше но дьявол как известно кроется в деталях и самое интересное как всегда спрятано внутри я потом разберу эти два ножа и посмотрим чем же они отличаются внутри а пока я немного расскажу собственно самом ножи и моим впечатлением от него модели с 22 по 24 это некий симбиоз 20 и 21 модели от двадцатки здесь замок все же остальное перекочевала с модели с 21 ттх ножичек у нас имеет следующие длина клинка 87 миллиметров ширина клинка 25 миллиметров толщина клинка в обухе 3 1 миллиметра длина рукояти 115 миллиметров и общая длина 202 миллиметра клинок с понижением линии обуха спуски плоские от обуха сведем 0 5 и на кончике в 0 6 спуски выведены симметрично да и вообще такая очень приятная слесарка тоже могу сказать и о финише на клинке это миленький симпатичный сатин сталь 9 chrome посмотрим заточку из коробки механика аналогично 20 21 модели клиночек и стреляет из любого положения и складывается под своим весом все очень даже на хорошем уровне замочек лайнер лук заходит на пяту следующим образом люфта на замке не рукоять ножа аналогично модели с 21 здесь такие же по форме накладки из g10 те же стальные лайнеры с такими приятными фасками по периметру в общем касательно рукояти все аналогично включая количество соединительных бонок и за небольшим исключением в 21 благодаря ксис локу облегчены оба лайнера в этих моделях только один казалось нож должен быть немного тяжелее но банальное взвешивание показывает абсолютно идентичные результаты 130 грамм судя по всему запорный штифт и шпеньки в модели с 21 компенсирует наличие плавничка и отсутствие облегчения в 22-25 модели ну давайте наверное разберем прототип и серийку и посмотрим в чем же разница между тем что прилагали и тем что получилось на выходе основное отличие вот здесь подшипника нет здесь латунные шайбы и лайнеры не имеют облегчений свои же ножи мы заказали вот такой рядный подшипничек в латунной обойме что значительно улучшило и без того очень неплохую механику прототипа подводя итог я сказал бы что при скрещивании 20-21 модели получился вполне неплохой ножичек он абсолютно не вызывает у меня нареканий в плане эргономики нож хорошо сидит в руке разными хватами абсолютно адекватная работа замка приятная сборка приятные материалы своих денег стоит абсолютно что ж на этом наверное все ссылочка на нож в описании под видео подписывайтесь к нам на канал пишите комментарии до новых встреч друзья пока пока